Внешторбанк готов предложить жителям Ненецкого округа весь набор своих продуктов. Пятый по величине активов Банк страны откроет офис в Наринмаре. Подготовка к осенне-зимнему периоду, безработица и строительство дорог. Эти и другие вопросы обсудили на очередном оперативном совещании при главе региона. Ковать на благо молодежи. Ремесленник из Наринмара решил организовать курсы кузнечного дела. Пятый по величине активов Банк страны откроет офисы в Наринмаре. Об этом 10 сентября на встрече с губернатором Игорем Кошиным сообщил управляющий операционным офисом Архангельский Санкт-Петербургского филиала ВТБ-24 Александр Первушин. Внешторбанк готов предложить жителям НАО весь набор своих продуктов, главными из которых являются депозиты, потребительские, автомобильные и ипотечные кредиты, дебетовые и кредитные карты, а также уникальные технологии обслуживания. В свою очередь глава НАО отметил, что власти округа приветствуют планы группы ВТБ по расширению своего присутствия в регионе. Он также попросил руководства Архангельского офиса ВТБ-24 внимательно изучить программу 5-процентной ипотеки, которая должна стартовать в округе уже этой осенью и по возможности присоединиться к ее реализации. В настоящее время в НАО работают офисы лишь трех кредитных организаций Сбербанка России, Банка финансовая корпорация «Открытие» и Московского индустриального банка. Основной объем дорожных работ в Наринмаре планируется завершить до конца месяца. В округ уже завезено 84% материалов для строительства и ремонта дорог. До закрытия навигации ожидается еще шесть морских судов. Всего в этом году в регион доставляется около 100 тысяч тонн материалов для дорожных работ. Такую информацию в ходе оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель Доримстроя Владимир Низьев. Обсудили и другие важные вопросы. В ходе оперативного совещания при главе региона стало известно, что Северный завод вступил в завершающую стадию. В большинстве населенных пунктов региона доставка дров, угля и топлива уже завершена. Сейчас идет отгрузка угля в Усть-Каре и Варнаке. Следующий населенный пункт, который обеспечит топливом – Каратайка. Напомню, доставка угля в эти сельские поселения была осложнена в связи со штормами на море. Мы подписали соглашение о смещении сроков до 20 сентября. Мы надеемся, что это реальные сроки. В этом сентябре поставки подвергнутся. То, что касается теплооснабжения, мы запущены на завершающую работу. Мы поступаем к направлению к теплооснабжению. Обсудили и вопросы труда и занятости. Возможность трудоустройства для безработных в Нинецком округе есть. Об этом заявила вице-губернатор Нинецкого округа, курирующая вопросы труда и занятости. Ниналья Семяшкина привела данные на 1 сентября. При 303 официально зарегистрированных безработных в региональном центре занятости предлагают 417 вакансий. Глава региона поручил руководителю Департамента труда и соцзащиты провести полный анализ регионального рынка труда. Посмотрите, пожалуйста, занятость в разрезе наших муниципальных образований по всему. У вас должны быть данные по каждому работе. Хорошо? Да, мы заняты. Такой анализ приведет. И заработная плата. Потому что по нашим показателям у нас очень высокая средняя заработная плата. По постоянным обращениям нет такого понимания. Кто получает эту среднюю? Хорошо? Да. В разрезе поселения вплоть до каждого работника. Также в ходе губернаторской планерки отчитался главный дорожник Владимир Низьев. Он доложил о том, что в ближайшие 2-3 недели планируется обеспечить транспортной доступностью новый жилой микрорайон в районе улицы Авиаторов. Завершается и строительство дорог в районе поселка Факел. А вот плановые сроки сдачи участка дороги в районе улицы Рыбников в этом сезоне пришлось сдвинуть. Там сейчас продолжаются работы по устройству основания ищебня для последующего асфальтирования и установка бордюрного камня. Владимир Низьев отметил, что при строительстве всех участков дорог возникали сложности из-за недоработок в проектной документации и в связи с неблагоприятными медиаусловиями в течение всего сезона. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Финансовые показатели социального бизнеса улучшились. Таков главный вывод всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в августе 2015 года. Построить бизнес, который приносил бы доход, непросто, но построить бизнес, который приносил бы и ощутимую пользу обществу, еще сложнее. Эту розу из металла под мастерье Владимир Вокуев сделал сам. Год назад 22-летний молодой человек пришел в мастерскую, чтобы научиться одному из самых древних ремесел. Мастеров такого искусства в Наринмаре немного, семья Челенко одна из них. По всему вот этому, как работать с металлом, как что, ну всем мелочам, соответственно, отец передал свое мастерство и заинтересовал. Мне всегда нравилось смотреть на горячий металл, чтобы его было легко мять, гнуть, сделать в него любое изделие. А тяжело? Увлекательно. Чтобы увлечь этим делом как можно больше молодежи, ремесленник решил организовать курсы кузнечного дела. Вместе со своим менеджером Натальей Пономаренко написали бизнес-план, который поддержала конкурсная комиссия Комитета инвестиций и развития предпринимательской деятельности. Бизнесмен получил на развитие своего дела порядка 200 тысяч рублей. Сумма хоть и небольшая, но, по словам ремесленника, поможет в организации школы мастеров. Мы хотим построить учебный центр и привлекать молодежь, обучать с 14 лет мастерство, это кузнец, сварщик, маляр по металлу, слесарь. Потому что эти рабочие специальности сейчас, к сожалению, в городе, они вообще навыки утрачены, практически никто этому не обучал. Для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо построить учебные классы, где ребят будут знакомить с техникой безопасности, проводить инструктаж. Еще нужно оборудовать помещение для приема пищи, сделать два туалета и душ. В общем, выполнить ряд требований ГОСТа, чтобы получить лицензию для реализации образовательной программы. Мы хотим, конечно, выдавать свидетельства детям, что они прошли курсы, то есть это будут краткосрочные курсы. Эти курсы мы подразумеваем делать бесплатно, то есть кузница из семи человек, мы хотим образовать семь рабочих мест, будет зарабатывать денежные средства на содержание непосредственно этого проекта и этого учебного центра. Семь рабочих рук помогут увеличить количество выполняемых заказов. Сейчас мастеру помогает старший брат Сергей. Это его изделия украсили территорию искательской школы искусств. Сейчас на территории музыкальной школы четыре кованых изделия, три музыкальных инструментов и одна палитра. На таком инструменте, конечно, не сыграешь. Но глаз они будут радовать еще очень долго. Кованые изделия из металла вечны, как и само искусство. Когда металл приобретает такие же изящные формы, как звучание, этому особенно рады ценители всего прекрасного. И вот когда к Сергею Вячеславовичу я обратилась, он, наверное, как истинный художник, сразу у него заработала творческая мысль. И через какое-то время, то есть мы поняли друг друга, и через какое-то время вот он представил уже эскизы и даже потом уже выполненные работы изделия изготовлены. И, конечно, они меня тоже поразили, особенно после того, как представил виолончель, а когда уже приехал сюда на территорию рояль, то выше всех похвал. Особая гордость поселка искателей – аллея любви. Там Максим Челенко поставил кованное дерево. Делом и советом ему помог главный хранитель семейного ремесла – папа Вячеслав Иванович. Он всегда учил сыновей главной заповеди. Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Основа этой заповеди уже есть. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Наши книги нашим детям. На Ленмаре пройдет окружной фестиваль, приуроченный к проведению Года литературы в России и Года ребенка в Ненинском округе. Тушить горячий автомобиль, спасать утопающего и постигать азы полевой кухни. Студенты аграрно-экономического техникума проходят школу выживания на Васькином озере. Осень. Она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере от Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север». Радио на Ренмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер-предложения. Подробности по телефону 2-17-17. Твое видео на севере. Вы автор мастер-класса, курса лекции или тренинга. Вам нужна видеовизитка на сайт. Вы хотите рассказать о своем товаре или услуге и разместить в интернет-магазине. Мы запишем и смонтируем это видео для вас. Всего за 20 тысяч рублей вы получите аренду хромакейной студии на 2 часа, видеозапись, статичный или динамичный фон заднего плана и смонтированный видеофильм. Закажи свой видеоролик сейчас. 2-17-17. Взаимоотношения человека и белого медведя больше не вызывают опасений. Об этом заявил Центр природопользования и охраны окружающей среды. Для решения проблемы жителей прибрежных поселений администрация округа привлекла силы пограничников, спасателей, пожарных и сотрудников аэропорта Андерма. Встречи белого медведя и человека в прибрежных поселках Ненинского округа происходили и раньше. Только их частота была намного меньше, чем в последнее время. В Амдерму, Усть-Кару и Варнак белый хищник стал наведываться настолько часто, что стал настоящей угрозой для жизни. Последней каплей терпения человека на вседозволенность хозяина Арктики стал случай на Тобойском месторождении. Белый медведь регулярно наносил визиты нефтяникам и мешал им работать. Правоохранительные органы пытались отпугнуть любопытного хищника, но сигнальные ракеты и шум вертолётов не испугали царя Арктики. Тогда его пришлось усупить и депортировать вертолётом. Однако вскоре молодая медведица вернулась. По словам специалистов Всемирного фонда дикой природы, сделала она это неспроста. Медведя на месторождении регулярно подкармливали, и отказаться от легко добытой еды хищник не хотел. Однако кроме назойливого медведя, жителей прибрежных посёлков беспокоят и другие. В Ненецком округе несколько точек, находящихся в ареале обитания хищников. Это посёлки Амдерма, Каратайка, Усть-Кара на материке и Варнак на острове Вайгач. По поручению главы региона Игоря Кошина, Департамент природных ресурсов, экологии и АПК разработал механизм предотвращения конфликтов между жителями прибрежных поселений и белым медведем. Сейчас проблема решена. Создана группа, заключены соглашения с комитетом гражданской обороны, сотрудники их находятся на территории посёлка Каратайка, посёлка Амдерма. Там сотрудники пограничного управления ФСБ России и казённое учреждение аэропорт Амдерма. Координацию действий всех ведомств будет осуществлять Центр природопользования и охраны окружающей среды. Туда будет стекаться информация о перемещении медведей. Специалистами Центра уже закуплены резиновые пули, которые будут доставлены на побережье. Рассматривается вопрос о приобретении дополнительной техники. Теперь задача человека – убрать свалки с отходами в удалённые от жилых зданий места. Именно они привлекают краснокнижных животных. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Наши книги нашим детям. С 15 по 18 сентября в Нинецком округе пройдёт окружной фестиваль, приуроченный к проведению Года литературы в России и Года ребёнка в НАО. В программе фестиваля встречи с детскими писателями, презентация сборника «Друзья Заполярье», круглый стол по актуальным вопросам, а также детский праздник, книги и концерт. У нас в программе выставки рукописных книг и иллюстраций, фестивали сказок, кукольный театр, мастер-классы арт-студии, творческие уголки, песочное шоу, фотосалон со сказочными героями, конкурсы, викторины, продажи книг для детей и многое другое. Мы приглашаем на это, ещё раз повторюсь, первое в округе подобное мероприятие всех детей. Почётными гостями фестиваля станут известные российские детские писатели, чьи произведения вошли в книгу для детей «Друзья Заполярье». Среди них Анастасия Орлова, Александр Дорофеев, Анастасия Строкина, а также Юрий Нечипоренко, автор сборника. Ключевые мероприятия фестиваля запланированы в Дринмаре на 17 сентября. В КДЦ «Актика» в зале официальных мероприятий состоится круглый стол чтения в системе ценностей современного общества. На нём педагоги округа, литературное сообщество региона, работники библиотек и журналисты обсудят актуальные вопросы развития культуры чтения. В тот же день в Нениской центральной библиотеке имени Печкова пройдёт презентация сборника произведений для детей «Друзья Заполярье». Закроет фестиваль праздничный концерт в КДЦ «Арктика» вечером 17 сентября. Готов к труду и обороне. По таким лозунгам в субботу на стадионе и в залах «Дюдс Лидер» пройдёт сдача норм ГТО. Основными участниками тестирования станут государственные и муниципальные служащие. Также к ним могут присоединиться все желающие. Участие могут принять граждане от 6 до 70 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе ГТО на официальном сайте комплекса и получить уникальный идентификационный номер. ID-номер необходимо будет предъявить организаторам перед прохождением испытаний. Современное тестирование предусматривает выполнение нормативных требований по нескольким видам спорта. Три уровня сложности комплекса соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знаку отличия. Напомню, указ о внедрении системы ГТО для развития человеческого потенциала и укрепления здоровья населения страны был подписан Владимиром Путиным в 2014 году. Юные спасатели прибыли на озеро Васькино. Три дня учащиеся аграрно-экономического техникума проведут в полевых условиях, где пройдут настоящую школу выживания. Им предстоит тушить горящий автомобиль, спасать утопающего и постигать азы полевой кухни. Жить в палатке и готовить обед на свежем воздухе для Ксении не составляет труда. В школьные годы она не раз ходила с классом в походу с ночевкой. Поэтому на ежегодные полевые сборы юный спасатель поехала с удовольствием. Тем более, что Ксения – будущий спасатель. Я не подразделяю профессию на мужское и женское. Мне кажется, если человек может все, и не надо разделяться на девушку или мужчину. У меня здесь мой бывший класс, и мне с ним комфортнее. В этом году участники полевого слёта – первокурсники Ненинского аграрно-экономического техникума. Они – будущие спасатели техники. Эта специальность в учебном заведении открылась в 2014 году и сразу стала популярной. Практически весь девятый кадетский класс первой школы продолжил обучение именно по этой специальности. Лёша Левчуков из посёлка Красное в кадетском классе не учился, но на спасателя всё же поступил. Надо было сдавать физическую подготовку и психологический тест. У меня хорошие результаты. Бег. Я вторым прибежал, и по подтягиванию потянулся во всю норму. Полевой сбор «Юный спасатель» – первое посвящение в будущую профессию. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы расскажут ребятам о теории горения и взрыва, психологии экстремальных ситуаций, аварийно-спасательном оборудовании. Это будет как бы не урок, это будет у них введение специальности. То есть они, как будущие спасатели, будут получать мастер-класс от наших действующих спасателей, уроки, вообще на кого они учатся и что они будут дальше по жизни в своей профессии делать. Ребята и организаторы, региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи к трёхдневным занятиям подготовились основательно. Тёплые вещи, палатки, сбалансированное меню. Полевой сбор продлится до 12 сентября. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Телеканал Север.